Мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Многие из нас имеют детей, и мы с вами, когда общаемся с детьми уже с самого маленького возраста, когда они еще даже не могут разговаривать, мы уже устанавливаем с ними отношения, мы реагируем на их звуки, потом начинают говорить. И естественно, долгое время дети наши знают гораздо меньше нас. Так ведь? Если я буду играть в шашки со своим сыном, я его обязательно выиграю. Так или нет? Но почему-то мое знание не отдаляет меня от моего ребенка. Он не знает расстояния до солнца, он не знает устройства автомобиля, он не знает конституцию, много чего он не знает. Но все это почему-то не служит расстоянием между мной и им. Скажите мне, почему? А? Потому что я его люблю. И вы любите своих детей, и их незнание никак не, почему-то не является причиной для вас надмиться над ними, и так ходить важно среди детей, и подняв перст вверх, сказать, я знаю то, чего вы не знаете. Молчать, сидеть, тихо. То, что мы любим, эта любовь как раз является связующим звеном, несмотря на то, что тот, кто рядом с нами, может совсем быть меньше, ниже, проще нас, менее осведомленным, менее компетентным и так далее. И вот Павел их говорит, что человек, который имеет знание, он может иметь проблему разделения с другими людьми, потому что знание надмивает из-за того, что нет сердца любви. Мы можем знать, тот, кто знает, не всегда любит, но кто любит, всегда знает. И поэтому нужно стараться стремиться к тому, что является совокупностью совершенства. Любовь уже в себе все содержит, и знание, и все, что нужно. Вот если же мы только развиваем наши знания, то мы можем оказаться в какой-то проблеме, и как в одной песне, которая мне понравилась очень фраза, «Ты все делаешь правильно, а дома мира почему-то нет». Вот такое бывает на состоянии. Все, я уверен, что я все делаю хорошо, все делаю правильно, но покой, мир, единство, которое я жду, так и не приходит к нам. И вот я бы хотел тоже привести еще одну библейскую иллюстрацию на такую ситуацию, когда знания разных людей отличались и привели к разным результатам. Четвертая книга «Царь», вторая глава, с первого стиха. Тут довольно длинный эпизод, я хотел бы взять во внимание, поэтому я весь не буду его читать, некоторые вещи просто перескажу. Так написано, «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала и сказал Илья Елисею». Илья был пророком, Елисей был его помощником. «Сказал Илья Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифили, к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над главою твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». Потом Илья еще раз отправляется в другой город, ситуация повторяется, он говорит, «Елисей, останься здесь, Господь посылает меня в Верихон, он его не оставляет, снова встречаются им сыны пророческие, говорят те же слова, и он им отвечает то же самое. И потом они приходят к Иордану, и написано, «50 человек из сынов пророческих из города Иерихона встали вдали напротив их, Илья ударил милотью плащом своим по воде, одеждой своей, вода раступилась, они перешли, и потом Господь вознес Илью, и Ильсей получил благословение. Сила вдвойне духовная пребывала в нем, которая была на Илье». Смотрите, здесь рассказывается о людях, которые знали что-то сокрытое вообще от обычных людей. Здесь рассказывается только о пророках. Был пророк Илья, который являлся Божьим посланником основным на то время, был у него пророк-помощник Ильисей, который тоже имел откровение от Господа и знал в сердце, что Илья должен быть восхищен. И в разных городах были сыны пророческие, так называемые, которые тоже через Духа Святого знали, что великий пророк Илья будет сегодня в этот день особенным образом взят на небо. За всю историю человечества в Ветхом Завете только два человека были живыми взяты на небо, это Инох и Илья. Представьте себе, человек даже не увидел смерти. Он идет, он разговаривает, написано с Ильисеем, внезапно явилась колесница, Илья на нее сел и ушел на небо. Кто из вас против такого? Никто. Такая жизнь, о которой Павел сказал в послании к евреям, что в вере свидетельствованы древние, они получали веру и свидетельство, что угодили Богу. И Илья не шел по этой дороге, думая, прав я перед Богом или не прав, а как мои пути, а все ли мне Господь простил или нет. Такая жизнь размеренная, точная, полная уверенности в Господе, и узнал, что сегодня Господь его возьмет. И он не стоял в такой, знаете, в какой-то пространстве, на коленках посреди дороги, с минуты на минуту ожидая Господа. Жизнь, естественно, продолжалась, как жизнь всякого человека пред Богом. Инох ходил пред Богом, написано, и не стало его. И Илья шел, спокойно разговаривал с Елисеем, и не стало его. Господь забрал. Вот такая благословенная жизнь, которая должна быть примером для нас. Вот эти люди были, как Священное Писание говорит, напоены одним духом. В разных городах Дух Святой пророческим сынам свидетельствовало о том, что произойдет. Илья знал, Илисей знал, и сыны пророческие знали. Илью Господь забрал, Илисей получил двойное благословение, а сыны пророческие стояли вдали. Вот здесь содержится определенная разница. Когда Господь обращается к Илисею, вернее, Илия к Илисею, Он говорит, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифель. Во-первых, посмотрите, какое удивительное отношение у Господа к нам. Полная свобода. Никого Господь не принуждает, не заставляет служить Ему. И Илий предстоял, возможно, многокилометровый путь. Может быть, Илисей уже устал. Илья посмотрел на него, говорит, Илисей, останься, отдохни. Дело в том, что Господь меня посылает дальше. Тебе не так уж обязательно туда идти. Я пойду, мне Господь повелел, ты можешь остаться. Я могу пережить это в каком-то смысле, потому что Илисей подавал воду на руки Илии. Он служил Илии, он совершал работу, чтобы Илия мог полноценно совершать свое пророческое служение. И можно предположить, что видя уставшее лицо Елисея, Илия говорит, останься здесь, Илисей, мне надо еще несколько километров пройти. Представьте себе, у вас гудят ноги, вы шли по жаре, пыльные, городок, можно остановиться, передохнуть, и главное, что пророк не говорит, ну-ка быстро поднимайся и вперед пошли. Он говорит, оставайся. Все для того, чтобы отдохнуть. Но что-то внутри знал Илисей, что заставило сказать ему, жив Господь, не оставлю тебя. Иисус ученикам своим однажды сказал, когда многие оставили его, он говорит, не хотите ли и вы отойти от меня? Но они не оставили его. И вот это сердце Елисея, которое плюс к знанию, было еще и верным, последовательным сердцем, сделало его наследником благословения. Потом, когда он приходит в этот город, и сыны пророческие говорят ему о том, что они знают что-то, и еще думают, знает ли Елисей. Им нужно было свое знание показать. Говорит, ты знаешь, что Господь сегодня твоего Господина возносит? И он говорит, что я так же знаю, молчите. Знание, которое имел Елисей, при состоянии его сердца, он не нуждался в том, чтобы его рекламировать, раскручивать, чтобы потом всем сказать, а я это знал. Сегодня политики запечатывают в конверты имена будущего президента имя, и говорят, вот потом раскроете, увидите, что я был прав. Сегодня с помощью этого люди хотят преподнести себя как человека, особенного, что-то знающего, чего другие не знают. Но Елисей использовал и ставил знание на правильное место, он говорит, я знаю, молчите, не надо об этом провозглашать, не надо этому рекламу, это само по себе великое событие, и не нуждается в том, чтобы нам показывать, что мы знаем то, чего другие не знают. И знание Елисея было особенным в том, что оно двигало его за Господом. Илья говорит, Господь посылает меня, Елисей думает, зачем я оставлю Илью, если Господь посылает его, и Господь пойдет с ним. Где Илья, там был Господь, где Господь, там благословение, зачем я останусь тут, где благословения не будет. И вот это сердце, которое больше всего нуждалось и желало быть близко к Богу и знать Бога, оно следовало за Господом, несмотря на то, что он устал. И такая ситуация повторилась трижды, когда Илья говорил ему, останься, Господь посылает меня в Ифиль, в Ирихон и к Иордану. И смотрите, что происходит дальше. Сыны пророческие, они стали, написано, вдали. Если мы только имеем знание, но у нас нет внутри рвения быть близко к Богу, нет любви настоящей к Господу, мы всегда как-то держимся на безопасном расстоянии. Есть люди, верующие, спасенные Господом, которые держатся от Него на расстоянии. У нас даже как-то была проповедь здесь в доме молитвы несколько воскресеньев назад. Мы держимся на безопасном расстоянии. Мы боимся отдать Господу полностью свое сердце и жизнь свою в полное Его распоряжение. Но Елисей был человеком, который хотел, чтобы каждая клетка его естества, каждая минута его жизни принадлежала Господу. Его верность была вознаграждена. Написано, когда они шли дорогой и разговаривали, до этого Елисей попросил, чтобы на нем был дух вдвойне, и Илья сказал ему, если увидишь, как я буду взят от тебя, получишь. И написано, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Когда человек сохраняет верность Господу, из года в год, ища его лица, служа ему, иногда может казаться, что это какое-то ущербное положение. Сыны пророческие держатся на расстоянии, живут в своем городе, не наматывают эти многие километры по пыльным дорогам, а я вроде бы тоже сын пророческий, но хожу так долго, так много и так трудно. Благословение в жизнь верного человека приходит внезапно. Нам бы хотелось, чтобы наша верность вознаграждалась постепенно, чтобы мы видели, Господь видит мой труд, Бог видит мое искание, и Бог потихонечку так воздает, умножает, умножает и умножает. Бывает, конечно же, и так, но бывает внезапное воздаяние. И это время служит непростым испытанием для человека. Год за годом Елисей служил, он только служил, он только делал, выполнял черную грязную работу. И когда уже наступил этот заключительный этап, есть возможность, отдохни, останься, я пойду дальше. Господь посылает меня. На тебе как бы нет такой уже большой ответственности, но Елисей не повторил ошибки, которую сделал когда-то Марк, оставив Павла, которую сделал Демас, оставив Павла, и которую сделали все осийские, Павел говорит, они оставили, все осийские оставили меня. Оставили Божьего человека. Елисей этого не хотел. Он желал полноту, богатства Божьего благословения. И это благословение явилось внезапно. Слава нашему Господу. Сегодня ты можешь унывать от того, что ища лица Господня и служа Ему, ты не видишь Божьего воздаяния и того благословения, и того сближения с Богом, которое бы ты хотел иметь. Ты молишься за близких, ты молишься за церковь, ты молишься за личные нужды, но все как будто бы находится на каком-то далеком, непонятном расстоянии. Настанет день, если ты, написано, не ослабеешь, в свое время пожнем, если не ослабеем, и эти благословения внезапно и в огромном количестве явятся в твою жизнь. Они просто посыплются на тебя одно за другим, потому что верный человек богат благословениями. И Бог сам в свое время все совершает наилучшим и совершеннейшим образом. Подобная ситуация произошла, когда, вы помните, пастухи Авраама и Лот стали ссориться друг с другом, и произошла интересная, значит, сложность возникла. Много пастухов, много овец у Лота и много овец у Авраама. Мы знаем с вами, что потом Лот выбрал Содомскую местность, там были развращенные люди, потом этот город был наказан, и Лот остался ни с чем. Давайте подумаем. Вот представьте себя на месте Лота. У вас много овец, верблюдов, всего много. Вы живете с благословенным наследником обетования Авраамом, ваш дядя, лично знающий Господа, тот, которого Бог называет другом своим. И вот возникла ситуация, надо расстаться. Лот и Авраам. Если не расстанутся, пастухи ссорятся. Что делать надо? Что бы вы сделали? Уже зная, все вот как произойдет. Какой был правильный выход для Лота? Уволить пастухов, самому пасти или обречь овец на заклание, на голодную смерть, на волчью пасть. Что делать было правильно, что сделать было для Лота? Выбор дать Аврааму, но при этом бы они расстались все равно. Примириться, но они как бы не ссорились. У них возникал повод для ссоры, но Авраам был мудрый и все это предотвратил. И как Илья, и как Иисус, он сказал, вот вся земля перед тобой, я тебя не держу. Я наследник обетований, во мне благословлятся все племена земные, но Лот, я тебя не держу. У Господа свобода, удивительная свобода, которую мы иногда не можем предоставить нашим ближним. Потому что нам страшно, убегут, потому что мы не такие хорошие, как Господь, да? Только дай свободу, от нас сразу, возрадуясь, побегут. Открой двери тюрьмы. Значит, ввиду большого количества слушателей у нас недолго разрешается вести интерактивную такую проповедь, и поэтому я предположение свое выскажу так. Современным языком выражаясь, надо было Лоту продать свои акции. Так или нет? Экономически абсолютно неправильно и глупо. Он собственник, у него есть своя территория, у него всего много, и отдавать все другому и сказать, все это твое. Смотрите, если один хозяин, Авраам, пастухам уже о чем ссориться? Если овцы одного хозяина, все уже одно. Если бы вы в то время сказали Лоту, Лот, слушай, мы тут из будущего к тебе прилетели и хотим тебе дать совет. Оставайся-ка с Авраамом, это великое благословение, а ты там пропадешь. Он скажет, да как так, вы поймите, у меня такая собственность, все понятно, Авраам хороший, я с вами согласен. Но история показывает нам, что Лот все равно все потерял. И Авраама потерял, и овец потерял. А мог бы Авраама не терять. И скорее всего, даже потом у него бы овцы появились. Потому что так вот духовно происходит. Когда мы с вами видим, что какие-то обстоятельства разлучают нас с благословением, разлучают нас с благословением, то нам не нужно искать дорогу от благословения, чтобы сохранить то, что у нас есть вот это все, наше. Это так может быть по-разному в жизни каждого. Это может даже быть нематериальное благо, это может быть что угодно. Но мы видим, что нас разлучает оно с благословением. Что мне делать? Вот пусть каждому Бог даст мудрость увидеть, что в моей жизни я должен сделать, чтобы не потерять благословение. Потеряю что-нибудь другое, но не благословение. Если я продам благословение за что-то, я и благословение потеряю, и все то остальное потеряю. Вот в этом суть верности человека Божьего, которая выражалась в жизни Елисея, и знание его отличалось от знания сынов пророчек, которые стояли вдали. И вы знаете, что интересно потом происходит, когда человек только знает, но не любит и не верен до конца и во всем. Его жизнь начинает двигаться в ложном русле. Когда Елисей вернулся, он взял мелатилии, о ней еще отдельно разговор есть. И написано, сыны пророческие пришли к нему, вот те 50, которые издали стояли. Есть те, которые даже издали не захотели постоять. Сыны пророческие тоже знали, сказали, ну там, вознесет Илью Господь, пусть возносит. 50 человек из сынов пророческих города Иерихона все-таки пожелали приблизиться, но все равно стали вдали. И они первые увидели Елисея возвращающегося, и первые распознали, что на нем опочил Дух Господень. Они ему поклонились и говорят, Господин, где какие поручения? У Божьего человека пустых поручений нет, на то время не было никаких поручений. Но они говорят, давай мы поищем Илью. Он говорит, так вы его не найдете, его Господь забрал. Так давай поищем Илью. Так вы его не найдете, Господь его забрал. Так нет, давай вот нас 50 сильных человек. Представляешь, 50 сильных человек, сейчас по горам, по долам, везде мы поищем, походим, кто знает, найдем. И написано, наскучили ему. Если мы только знаем, мы скучные люди. Так или нет? И вот они наскучили Элисею до такой степени, он говорит, идите и ищите. Через три дня приходят, никого не нашли? Может, я же вам говорил, что не надо ходить искать. Удивительно, что христианин может оказаться человеком, уязвимым для пустых, бесполезных дел. 50 сильных человек могли принести огромную пользу. Но что-то у них в голове с их знанием было такое, и какое-то отношение было благословение такое, расстояние такое, что они двинулись делать пустые дела. И подобно как Самсон крутил эту мельницу на сынов филистимлян, так эти люди занимались тем, что не имеет никакого смысла. Если мы с вами только знаем, но не любим, и не сохраняем верность Господу, и не стремимся быть максимально близко к Его благословению, максимально близко к Нему, и не позволяем ничему разлучать нас с Ним, разделять, отдалять, охлаждать нашу любовь к Нему, в таком случае мы начинаем делать какие-то дела, которые нам кажутся грандиозны. 50 человек – это уже большая миссия, да? Большая миссия, у нас 50 сотрудников. Саша Васечкин не может таким похвастаться, сколько у него сотрудников 50 миссии. 50 сильных сотрудников, как на подбор все, и делают бесполезную работу. Почему? Потому что внутри у них не было чего-то, что было в сердце Елисея. Любовь к Господу, верность к Господу и огромное желание получить от Господа благословение. Он был для Него дороже всего. Вы знаете, как Господь призвал Елисея? Кто помнит? Илия подошел и бросил на него милоть. Греческое слово милоть означает овечью шкуру. Помните, написано, что пророки скитались в милотих и козьих кожах. Можно перевести – в овечьих и козьих шкурах скитались. Это была особенная одежда. И когда царь послал, и увидели Илью, помните, и там была сказана такая фраза непонятная, мы видели этого человека, он весь в волосах, и пояс кожаный на чеслах его. Вот это весь в волосах означает, что он был одет в шкуры, и на нем был кожаный пояс. Потом, когда пришел Ян Креститель, написано, что он пришел в силе духи Илья, он носил одежду из чего? Из влюблюжьего волоса, это тоже была грубая одежда, и пояс кожаный на чеслах его. Их служение было очень похоже. Вообще, пророкам таким было свойственно носить грубую одежду. И у Захарии, по-моему, в 13 главе 4 стихом написано, что там лжепророк сказал, что не будут уже одевать на себя власеницу и прорицать, там пророчествовать ложные и так далее. Власеница – это тоже вот эта грубая одежда из овечьей шкуры. То есть разными словами потребляется это слово. Иоанн Креститель был вообще-то священником по своему происхождению. И мог бы комфортно служить в храме и носить льняную одежду. Очень приятная для тела одежда. Самая приятная для тела одежда – льняная. Это был льняной эфот, который носили священники. Он почему-то пошел в пустыне и так питался, и носил вот эту грубую одежду. И вот представьте себе, вот эту одежду Илья бросает на Элисея, и он говорит, пойду за тобой. Мы иногда пытаемся за Господом заманить, говорим, Бог тебя исцелит, у тебя все будет хорошо и прекрасно. Но настоящее Божье призвание, как сказал Иисус, кого привлечет Отец, тот ко мне придет, на Него бросают шкуру грубую. А у этого человека 12 пар валов. Прекрасное будущее. И он променял ее на эту шкуру, на грубую одежду. Иисус не напрасно сказал у Иоанни, что вы ходить, смотреть, ходили в пустыне? Человек или одетого во что? В мягкие одежды. Он акцентировал внимание на одежде. Но носящие мягкие одежды, он говорит, находятся в чертогах царских. Это жизнь, следование за Господом, не очень комфортно, мягко выражаясь говоря. И как так можно было Елисей любить Господа, что он эту милость воспринял, как великую честь и Божий призыв. И потом, когда Илья был вознесен, милость осталась на земле, и он одел и пошел и понес это служение. Любил Господа. Вот и все. Так любил, что в шкуре предпочитал ходить, но только следовать за Ним. И сегодня, когда я читаю эту историю, смотрю на Елисея, я думаю, Господи, изменяй наши сердца. Сегодня время, когда комфорт превратился в идола. Люди готовы отдавать огромные деньги за комфорт. Так или нет? Кто когда-нибудь додумался бы про кондиционеры? Прохладительный напиток в любое время. Одежда, которая не жмет, не чешет и так далее. Там не царапает тебя, не стреляет синтетикой и так далее. Все, мы стремимся максимально к комфорту. И вы знаете, что происходит, когда Господь нас зовет за собой? Когда нам нужно идти в Верихон, в Вифель, к Иордану, там встречается дискомфорт. И мое желание сегодня вместе с вами молиться так Господу. Кто-то из вас может быть абсолютно свободен от этого. Но я бы желал, чтобы мы, братья и сестры, сегодня, все, дали Господу одну просьбу, принесли. Господи, избавь нас от зависимости, комфорт. Господь, мы хотим идти за тобой, куда бы ты не повел нас. Там, куда Он ведет, холодные продуваемые туалеты. Там некомфортабельные автомобили. Там ночи недосыпаемые. Там пища не к так, к которой привык твой желудок, которую изящно готовят жены наши. Там все так по-другому. И нам страшно встать на эту территорию. Но там двойное благословение. Там максимально близкие отношения с Богом. Там свидетельство о том, что я угодил Богу. Там жизнь каждый день под Божьим покровом. Помолимся Ему. Субтитры создавал DimaTorzok